Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 в проект, там начинается разговор, а что я от этого буду иметь, а я хочу контроль и так далее, и так далее. Поэтому народное инвестирование, народное кредитование или народное финансирование этого проекта, это наиболее выгодно. Но нужны какие-то залоги, хоть какие-то залоги под лояльность, нужно было взять в работу акций. И вот в 2014 году для того, чтобы строить ЭКТ «Технопарк», были введены залоговые акции, люди начали по-разному, этапы были с 2016 года, только мы разобрались, как правильно юридически в различных правом поле это дело все могло бы существовать, чтобы не столкнуться с препонами, которые существуют у всех других видов деятельности. И только благодаря этому, что в залог человек получает акции, появилась возможность строительства ЭКТ «Технопарка». Зачем это нужно? Это надо для того, чтобы сертифицировать технологии сковей по всем видам транспорта. Это городской транспорт, легкий и обычный, это высокоскоростной транспорт, это грузовой транспорт. То есть четыре вида. И первоначально вообще было три вида, мы ввели четвертый вид, в котором в бизнес-плане не было, дорогие друзья. Таким образом мы дошли до десятого этапа. Поэтому прошу вас всегда помнить этот треугольник. И только благодаря этому, что технология начнет строиться здесь, по этой технологии, оттуда самая основная капитализация начнется, или появятся источники, они уже появились, но они еще, скажем так, первые такие ручейки, откуда пойдет прибыль, проекты, доход, начнется получать доход, оттуда будет прибыль, из этой прибыли, будут вырастут наши дивиденды на наши акции, квалифицированные акции, которые имеют наши компании. У нас простые акции, наши компании, Евразин, Рейлс Кабли, Систем, Сколбинг. Об этом мы уже говорили. Поэтому прошу это помнить. Кто не понимает, кто не знает, пожалуйста, разбирайтесь с этим, задавайте вопросы. Смотрим дальше. Смотрите, десятый этап. Что здесь существенно? Задаются вопросы. И сегодня, значит, у нас была большая такая, как бы, консультационная, установочная встреча у директората и у общего совета с Анатолием Георгиевичем Юницким утром. Более часа мы беседовали, и был вопрос, значит, что, окей, смотрите, значит, что, когда переход на этот самый... Он говорит, что я, кудесник, что ли, дорогие друзья? Даже Анатолий Георгиевич такой вопрос задал. Он сказал, ну, вы же сами говорите, он обратился ко мне и говорит, ну, вы же сами, Маслов, говорите, что, значит, основой является наш план или наш проект финансирования. Десятый этап четко описан, что нам нужно. У нас должен быть трансфер, или, скажем, у нас есть для инвестиций нам необходимо 25 миллионов, для этого есть у нас трансфер акций, 5 миллиардов акций залоговых, чтобы их выдать под это кредитование, и в диапазоне от 1,75 до 175 дисконт. Все. Что нужно сделать на десятом этапе? На десятом этапе надо завершить создание рабочей документации по всем, значит, на высокоскоростной международной... Ирина, документации на высокоскоростной международный тестовый комплекс. Но, пардон, нас здесь затормозили в самом начале практически. К этому мы еще вернемся. Поэтому сегодня дело очень непростое. Фактически, вот, если меня прямо так спросить, то я представляю, что имеет смысл, и сейчас по нескольким направлениям идет работа, как это, значит, в плане, в бизнес-плане, как это решить за счет, скажем, альтернативных решений. Где, что и как работа ведется, поверьте, не от того, что мы не знаем, от того, чтобы не было лишних, как бы, ну, скажем, трактовок, лишних спекуляций, пока не будем говорить, где и что делается. Смотрите, значит, открытость проектов, и практически Виктор Бабурин очень просто и хорошо говорит, мне нравится его высказывание. Я его здесь процитирую прямо. Он говорит, если бы вы когда-нибудь видели, говорит, я, вернее, извиняюсь, я, говорит, не могу представить, чтобы компания Siemens, кто-то из его менеджеров, неважно какого уровня, начал бы акционерам объяснять или рассказывать, где какой проект, в каких объемах, в каких суммах подписан, и где идет финансирование. Это вообще нонсенс в Кубе. То есть это невозможно. Поэтому мы переходим, мы становимся, 2018 год, среда изменилась, она стала очень, скажем так, активной и противостоять во многих статях. Смотрите, что в Индии произошло. Значит, сейчас, скажем так, маленькое политическое изменение в штате. Значит, большой министр, который, как бы, курировал и помогал все проводить в Берсаламе для того, чтобы резиденцию провести, резиденцию Далай-Ламу провести, значит, ну, реализовать проект. Его не переизбрали. Все. И теперь проект является вредоносным. И все, понимаете? Почему? Потому что очень много об этом говорили и открыто говорили. Если бы это делалось в определенном режиме, вероятно, результаты были бы намного позитивнее и намного результативнее. Есть основное основание полагать, что открытость в информации здесь работала тоже большой-большой минус. Большой минус. Поэтому мы не афишируем. И, значит, поэтому надо очень... Со всеми адресными проектами, значит, сегодня была четко дана установка руководства, что мы не афишируем ни тех адресных проектов, которые подготавливаются. Мы только говорим, что да, что-то делается. До конкретики мы не доходим. Уж не обессудьте. Что еще очень важно на 10 этапе? Вывод группы около 80-10 на разработку 4-го поколения высокоскорестного транспорта. Эта работа велась, ведется, и она уже как бы, ну, в определенной стадии. Так что вопрос только в ее реализации и привязке к конкретной местности. Причем работа была сделана с привязкой к той местности, о которой мы все время говорили. Работы, а по причинам, кто не знает, основная причина, что противостояние чиновников и, скажем, негативное отношение вообще к разработкам со стороны Министерства транспорта и Республики Беларусь, и Российской Федерации. И отсюда растут ноги всех тех неприятностей, которые мы здесь получили по этой высокоскоростной трассе. Пытаются укусить там, где могут укусить. Работы в экотехнопарке. Вот здесь, дорогие друзья, все идет чуть-чуть, даже с опережением, потому что десятый этап не предполагал еще сертификации. Но сертификация, шестой пункт, видите, она произошла. То есть сделана сертификация. Что значит, кто-то мне сказал, я начал рассказывать, говорю, что в России сертифицировано то-то, 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 то-то. Он говорит, ну, Россия, это самое, вы где-то строите в России? Я говорю, да, есть проекты, подготавливаются. Они по определенным причинам зависли, но там сертификация прошла. Он говорит, ну да, это непросто, дорогие друзья, в такой, значит, этой самой стране, как Россия, засертифицировать. А зачем это надо? Для того, чтобы, неважно где, то ли это Индия, то ли это Эстония, то ли это Украина, то ли это Беларусь, то ли это, Беларусь это отдельная история, то ли это, ну, неважно где, та же самая Бразилия. Там надо будет только привязать это, посмотреть, по каким параметрам, по каким, значит, тестовым режимам не идет стыковки с тем положением, который действует в одной конкретной стране, где начинается проект. Все, дальше уже все. Это как любой продукт, который надо завести, начинать продавать в любой стране. То же самое, допустим, даже зубную щетку мне сказали, что если она не сертифицирована, ее нельзя завозить. Подпольно могут завести, но это зубная щетка. Извините, мы имеем дело с мощными транспортными структурами, системами. Поэтому здесь все очень не по-детски. И поэтому работа вся ведется под это, то есть она выше даже того, что было заложено, значит, в этом, на десятом этапе. Работа с заказчиками со всем мира по адресным проектам ведется, значит, по-разному, их можно по-разному оценивать, но их больше десяти, это точно. Их порядок растет, потому что этим занимается не только головная компания и из-за аустронной технологии, но на общественных началах занимается целый ряд инвесторов, целый ряд инвесторов, в том числе и ваш покорный слуга. Я не прямо этим занимаюсь, я курирую из своих средств, финансирую, насколько это возможно, людей, которые здесь помогают, толковых, компетентных людей, которые занимаются и в Риге, и в Таллине, и в Финляндии, и в Хельсинки. Поэтому работы ведутся. Я знаю, что не только здесь у нас. Я говорю только за то, за что я сам отвечаю. Вот. Далее. Создание, значит, мощно работаем, пункт четвертый. Создание научного, испытательного, технологического, эксплуатационного оборудования. Без этого, дорогие друзья, без этого, ну, не будет вот этого здесь. Это не будет работать. Мы не сможем строить, понимаете? Это очень существенно. И здесь как раз сегодня, значит, опять был разговор, что выдаются, то есть выдавались какие-то, и по интернету плавают, и везде цитируются, что там за столько-то то-то построить, или строить столько-то в день. Это все возможно, но это все предположение, это надо все организовать. Поэтому лучше не спекулировать этим. Все возможно, говорят специалисты, но все должно быть подготовлено. Поэтому это надо учитывать. Призываю вас к этому. Далее. Значит, что существенно? Skyway Capital GTI. Определено, что запуск предпроектных стадий, адресных проектов, их обеспечение комплексным, и доведение до строительства. Понимаете? Наша задача, наша задача, структур, которые у нас образовались, команд, которые у нас образовались, просто отдельных инвесторов. Наша задача, держать режим инвестирования в тонусе, и обеспечить переход с этапа на этап. Да, конечно. Мы не застрахованы от того, что в какой-то момент крупные инвесторы поймут, что проект уже в такой базе, что его надо накрывать, или, скажем, в хорошем смысле этого слова, или ему можно доверять с позиции инвестиционной привлекательности. То сразу и 11, и 12, и 13 этап, мы еще немножко поговорим об этом, будут перекрыты инвестиционно, и наше поле деятельности несколько сузится. Но поймите правильно, адресные-то проекты, доведение их до стадии обеспечения, проведения подготовки к строительству, до строительства, потому что как только обоснованы инвестиционные, привлекательные с конкретного адресного проекта, инвесторов, поверьте мне, набежит большая туча, может набежать, понимаете? Потому что они видят, сразу поймут, что, извините, но там это мы должны сделать. Почему? Вот это ответ на вопрос, почему. Но, несмотря на то, что мы работаем с технологией Skyway, технология Skyway еще, кроме того, вот эта технология, она является основой для развития и выхода на околоземную орбиту. Об этом мы сегодня не говорим, это мы просто имеем в виду, потому что сама не сама цель технологию сдать в эксплуатацию и, значит, уехать на какие-то там Канары, Багамы, бог знает еще куда. Самое важное, то, чтобы идти дальше, то есть фактически одной трассой или трассами, или системой, окутывающей транспортных структур земной шар, земной шар только будет подготовлен для того, чтобы как бы выжить и, скажем, преодолеть и не уйти за точку невозврата. Нужно все зловредное для Матушки Земли, для нас, вывести за пределы земного шарика, то есть на околоземную орбиту. Вот ради чего мы это все делаем, дорогие друзья. Поэтому важно, но еще есть и целый ряд новых технологий, их тоже надо подготавливать, но это не из наших средств, это отдельные истории, это тоже отдельные инвестиции, о них будет объявлено. Сейчас это делается различными партнерами, инициаторами, работа ведется, и главная компания контролирует эти направления, есть соглашения, но это как бы следующие акты нашего большого проекта. О корректировке бизнесного плана хотелось бы поговорить. Почему это надо делать? Вы понимаете, сегодня мы немножко обсуждали это дело, вот, и здесь есть, скажем, нельзя и не нужно его исправлять, потому что бизнес-план, он есть бизнес-план, он был сделан в 2014 году, к 2014 году, и в тот момент, ну, среда была такая, как было прогнозировано, были прогнозированы, нам сегодня надо зафиксировать и учесть те изменения, реальные объективные изменения, которые происходят, происходили, происходят и, вероятно, будут происходить. Зная тот опыт, на котором мы базируемся, мы должны и обязаны это сделать. Поэтому определенные, как бы, корректировки, или же неисправления, а именно корректировки, чтобы правильно понять, чтобы правильно держать фокус, четко фиксировать цели, это надо делать. В чем это надо делать? В сроках, в первую очередь, дорогие друзья, потому что по срокам есть отклонения, и мы все это видим, есть, нужно это делать по объемам, может быть, привлечение и уже в каком-то определенном объеме еще и по расширению работ и финансирования, которые не были учтены в бизнес-плане, относительно промышленных, производственных комплексов, которые необходимы для запуска проектов строительства. Зачем это делать? Это нужно, в первую очередь, делать за тем, чтобы самим, самим, тем нам, кто и тем, кто ведут, как бы, сертификацию вот этой технологии в эксплуатацию, тем, кто подготавливает и ведут работу с инвестициями, об этом мы говорили уже и в плане развития, дальнейшего развития площадки и реорганизации сковей капитала в всемирный фонд. Вот зачем это делать? Чтобы четче можно было бы строить и планы деятельности, четче выставлять цели, обеопределять стратегии, но отсюда зависит и тактика всей нашей деятельности. Поэтому это все и очень важно. Так, есть ли тут вопросы? Я смотрю, вопросов нет, музыка закончилась. Это хорошо. Идем дальше. Дайте мне знать, меня слышно вообще или нет? Или я так себе рассказываю? А, есть. Все, спасибо. На всякий случай. А то с этим звуком постоянно какие-то проблемы. Значит, я уже начал дуть, может быть, на холодное. Спасибо. Спасибо, друзья. И, к сожалению, я еще громко не могу говорить, я сижу в ресторане. В плохом смысле этого слова. Вот. Значит, смотрите, я еще вернусь обратно к таблице 9.1. А, спасибо. Спасибо, Роза. Значит, смотрите, таблица 1. Прогноз на отчет о движении денежных средств по проекту миллионов долларов. Смотрите, здесь годы есть 17-18. И я всегда оперировал тем, что выплата дивидендов запланирована в 2019 году по результатам 2018 года. Но, когда мы начали смотреть 2016 год, более-менее. Есть основания полагать, что у нас по 2017 году накопление реальных денежных средств несколько, значит, отстает от этого проекта. Это был так называемый оптимистичный вариант. оптимистичный вариант. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что заложена, значит, выплата дивидендов. У нас нет кредитовой займы. Это очень большой плюс. Видите, кредиты займы у нас они отсутствуют. Вот. Денежный поток от инвестиций в этом году должен был быть 106 миллионов. Видите, 106 миллионов. У нас его нету. То есть у нас целый ряд работ, а в основном это 106, здесь больше львиная доля, это высокоскоростная трасса. И вот по воле и случая, и обстоятельства, которые сложились, и тех подковерных игр, которые идут в министерствах транспорта, и работа против технологии Skyway, но они же боятся, извините меня. Кто же, разве ж гужевой транспорт был рад, когда появилась железная дорога? Та же самая история у железной дороги с появлением Skyway. Но я вам, я вас уверяю, вы знаете, вот, я еще больше, то есть, среда, жизнь и сами обстоятельства принудят многих чиновников съесть свои шляпы и пожевать свои галстуки. Почему? Ну, знаете, я вот только с начала этого года проехал уже более 5000 километров по дорогам Европы, более 5000 с начала года, дорогие друзья. Сегодня только 1 февраля. И это просто, просто от ас. По скользкой, абсолютно захламленной фурами дороги пришлось сегодня лезть между машинами. Авария за аварией. Значит, просто от ас. И это достаточно хорошо, скажем, обустроено дорогами Эстонии. Та же самая история в Польше, та же самая история в Германии. Несмотря на... То есть, жизнь заставит это все привести в порядок. Но это займет времени. Возвращаемся обратно к нашим баранам. 106 миллионов. Нет. Поэтому определенные сдвиги и здесь будут, дорогие друзья. Но ничего страшного. Поэтому это надо все понимать и это надо все объяснять, а не хватать там за рукав и это самое. К счастью, и большое мой как бы почтение к тем людям, которые подходят вот в Польше, например, подошли и говорят, мы же понимаем, что это все очень непросто. Но как вы прогнозируете, значит, я говорю, ну по-разному можно прогнозировать. Давайте будем смотреть, опираться на расчеты, какие-то ориентировки. Как я вам и говорил, что риски бывают временные. Это самый большой риск. Даже риск политический, он в конечном итоге выливается в риск по фактуре времени, потому что время заставит принять технологию Skyway. Наша задача ее подготовить, выдать, то есть полностью сертифицировать, сказать, друзья, и делать уже проект. Вот что самое суть. Это нам жизненно необходимо, а для этого нужно инвестировать. Поэтому, я как уже и говорил, очень важно сконцентрироваться на инвестиции. Я на одном семинаре сказал, что, дорогие друзья, есть как минимум два варианта. Я вот достаточно много уже инвестировал, я вам сейчас рассказал эту историю, вышел, ушел отсюда и сказал, ребята, как хотите так это самое, кувыркайтесь, я пошел отсиживаться и ждать. Что из этого получится? Это одна позиция. Абсолютно другая позиция. Если я здесь вместе с вами посидел, подумал, ага, какие корректировки я могу у себя сделать? Ведь извините, я же со-собственник этого дела. Мне сказали, да, и мы тоже со-собственники. Так, ну, послушайте, какова же наша стратегия и тактика должна быть? Или мы уйдем в соседнюю комнату курить и ждать, когда другие более, значит, деятельные и дееспособные люди и неудачи. Спасибо за субтитры Продолжение следует... 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 Девятый этап. Так называемая себестоимость инвестиций, или ее, скажем, одного доллара. Одного доллара было 0,92. Меньше одного цента. Это меньше одного цента. Что это значит? Это значит, что 100 тысяч акций, которые я в залог получал, они откладывались на мою полочку за проинвестированных 920 долларов. В том случае, если я кредит отдавал и говорил, ладно, мне не надо возвращать кредит, мне достаточно, что у меня на полке будет лежать 100 тысяч акций. На 10 этапе, дорогие друзья, это уже мне за 130 долларов в среднем. 11, 12, 15 этап. Есть разница. Возьмем 4 этап, возьмем 5 этап и возьмем 5 и 9 этап. 10 еще не закончился, хотя 10 еще интереснее. Я в следующий раз вам покажу расчет 10 этапа. Я еще не все данные получил. Вот, смотрите. С пятого этапа по десятый этап рост в 393% за 20 месяцев. Это 19,65% в месяц. С девятого по десятый этап рост за один этап. 141% за 6 месяцев. Это 23,5% в месяц. Дорогие друзья, где такая эффективность? Да, есть там росты, но посмотрите, что происходит с биткоинами, с другими вещами. Поэтому эффективность здесь. Кто-то скажет, где деньги ЗИН? Они расчетные, но проект эффективный, он наш внутренний проект. И как только будет подготовлено, значит, все правила, все условия, все четкие описания взаимоотношений и акций, и тех коинов или тех монет технологий блокчейн разработанных, будет объявлено. И тогда мы сможем очень четко выстроить дальше свою стратегию. Но не бежите впереди паровоза, дорогие друзья. Ваша инвестиция сделана, уже сегодня приносит прибыль. В прошлом году, уже сделана в 2017 году, она принесет и сегодня. То есть расчетно обеспечивает прибыль, инвестиция сделанная, любое, чем дальше, тем больше, расчетно обеспечивает прибыль наиболее интенсивно. И как заботиться о емкости вашего портфеля? Ответ один. Очень четко спланировать, пока есть возможность проинвестировать в долгосрочную программу своего здоровья, а не пытаться сбегать в аптеку и прикупить Виагры и получить удовольствие на определенный отрезок времени. Поверьте мне, это так. Я не пользовался, но народ говорит. Супруга мне тут уже раз спрашивала, где пользовался? Не пользовался я, извиняюсь. Не надо, потому что ума и мудрости хватает, музыки нет. Все, дорогие друзья, это все из будущего. И самое важное, завершение. Я обязан завершить, мне тут уже в ресторане ходят, говорят, вы уже тут нас всех заговорили. Инвестиция это кредит, дорогие друзья. Цена сделки это сумма инвестиций в случае приема залога в свою собственность. Это кредит, а цена сделки вот этой инвестиции, кредит, это сумма инвестиций в случае приема залога в свою собственность. И этот выбор мы делаем сами. Мы не действуем в поле открытых инвестиций на рынке открытого доступа акций или ценных бумаг. Это важно понимать и в России, в каждом государстве, где мы находимся. Я благодарю вас за внимание. Вопросов, похоже, тут, Владимир, есть новости от проекта в ВИКе. Есть, есть Зигмарс, Лондон. Значит, 2,9 километра это мало. Город сказал, что будем говорить. И у нас сегодня вечером после, я отсюда сейчас как раз иду на семинар рижских товарищей. Мне тут уже говорят, я и туда опаздываю. И мы после этого еще будем совещаться. Есть интересная информация, что этот отрезок будет не 2,9, а 9,1. И с прилежащим к аэропорту местным самоуправлением тоже начаты дискуссии, скажем так. Спасибо. Желаю вам всего доброго, вам, вашим близким. Берегите себя. Строй скорей, спасай Россию. До встречи, друзья. Планету. Планету, спасай планету, где тут поправляет. Заговорился. Продолжение следует...